Девушки отдыхают Элита заплатила страшную цену Второй вопрос состоит в том, куда делись те наработки по развитию, которые не использовали цари и его элитные группы Отвечаю, куда? Их-то использовали Ленин и Сталин, точнее, в целом Они были молоды, решительны, свободны от устоявшихся предрассудков Кто бы что бы ни говорил достаточно образованы Они подняли архивы, в которых мертвым грузом лежали предложения по развитию И пустили в дело, разобравшись, что им нужно и что и в какой последовательности нужно делать Сделав это, они спасли русский народ и другие народы империи от абсолютного уничтожения во Второй мировой войне Которая все равно бы разразилась Ибо фашизм нужен был не для борьбы с коммунизмом, а для борьбы с гуманизмом как таковым Он был запланирован и не отменяем И он все равно обернулся по окончательным решениям русского вопроса Единственная возможность отменить это решение заключалась в том, чтобы развиваться и не погибнуть Сделав это, большевики спасли себя и мир Если бы, повторяю, это сделал царь, было бы в чем-то лучше По крайней мере, крови было бы очевидным образом меньше Но царь этого не сделал и поплатился Он поплатился за свои ошибки, а не пал жертвой чьих-то ритуальных фантазий Третий вопрос о роли в истории этих самых ритуальных фантазий Когда французская царственная семья, в чем-то похожая на российскую, была казнена То, как говорят, некто ритуально соприкоснулся с кровью и воскликнул Ты о том, чем, Жак Демоле Речь шла о тамплерской мести за злодеяние Филиппа Красивого В чем тут французский урок нам? Прежде всего, в том, что во Франции, где-то в разных вариантах живописуют, разводят руками и говорят Ну, и что? Ну, был ритуал Признаем Ну, были интегрированы в революционный мутный поток какие-то параполитические силы Можно долго разбираться, какие Ну, совпали какие-то параполитические интересы и интересы истории Главное, это тут история, а не конспирология А если даже конспирология имела место, это ничего не меняет Мы по причине ее наличия вовсе не собираемся отменять Марсельезу как государственный гимн Урок и в том, что не бывает игр в огне ворота Кровавый счет всегда носит двусторонний характер Грубо говоря, есть кровавый счет Романовых, а есть кровавый счет к Романовым Иначе в истории не бывает Кровавый счет к Романовым бы много у кого К Романовым вообще и к последнему царю в частности Так называемый красный граф Игнатьев перешел к красным потому, что считал И, видимо, не без оснований, своего отца убитым по неявной отмашке государя-императора Если жуть чест помят ледвастелиты, то общий исторический счет к Романовым был огромен Был и революционный счет Самый разный У Анджиева это пепли и алмазы по этому поводу хорошо сказано Что ты делал во время восстания? То же, что и все Стрелял в немцев А теперь в поляков А вы по воробьям, Романовы, включая последних, тоже стреляли И не по воробьям, а по людям Если через сто лет у одной стороны сохранился такой мстительный счет То почему у другой стороны не могло быть счета как исторического Так и буквально быть по кровавым следам того же 1905 года? Кроме того, Николай II был верховным главнокомандующим В одной из самых кровавых войн человеческой истории Давайте начнем аналогичным образом описывать те жертвы То мясорубку Те миллионы разлагающихся трупов Давайте вспомним, о чем шишукались по всем углам Царица, Распутин, немецкая ловь и сдаваемые планы военных сражений Обсуждалось же это Однажды даже на заседании Государственной Думы Так что? У семей погибших не было счета к тем, кто своей ординарностью и двусмысленностью нагромоздил горы трупов А почему у них не должно было быть счета? Они не люди, что ли? Было бы очень странно, если бы такого счета не было Мой дед, воевавший в империалистическую Считал, что счет этот был огромен И что именно он все в итоге решил Был ли счет справедлив? Тут до сих пор нет конкретных правдивых ответов Но ведь существует и великое в своей абсолютной неопровержимости правды истории Мы победили в войне 1941-1945 годов в условиях, когда против нас была вся захваченная нацистами Европа, а второй фронт открылся поздно И к тому же был все-таки очевидно вторым В войне 1914-1917 годов наш фронт был скорее вторым, хотя и очень важным И англичане, и французы несли немеренные потери и воевали отчаянно Против нас была не Европа и не тоталитарный фашистский режим, а две страны Германии и Австара-Венгрия Мы проиграли тогда И отвечает за проигрыш лидер А также господствующий класс Отнять у Сталина лавры победы невозможно Как нельзя игнорировать то, что Николай II приведенному военному, политическому, а значит, историческому результату Так все же как надо относиться к трагедии царской семьи? Должны ли мы оплакать людей, которых казнили столь свирепым образом? Безусловно, должны Не станем же мы воспевать казнь, тем более казнь детей Нужно ли возносить казненных на духовный пьедестал, что уже сделал Ворбц? Это дело Ворбц Ели днее Я никогда не вмешивался ни в один спорный вопрос, который как-то задевал русскую православную церковь Потому что церковь все-таки хранит хоть какие-то исторические традиции И хоть как-то поддерживает моральный дух в весьма проблематичном российском обществе Я готов бесконечно благодарить любого, сколь угодно далекого